Саленька, я вижу в твоих глазах легкую усталость. Нет, Саша, это не усталость, ты ошибаешься. Наверное, потому что ты слишком рано встала. Поэтому, если ты не против, я пойду с нашими гостями пообщаюсь сам. Да, пожалуйста. В гостях нашей студии сегодня Константин Яни, заместитель генерального директора Крымской государственной филармонии и Аркадий Журавлев, художественный руководитель ансамбля «Джаз Рандеву». Здравствуйте. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Ну, благодаря вам достаточно оперативно, быстро. И, наверное, рано. Ну, вы знаете, нас как бы рано напугать очень сложно, потому что мы часто встаем рано. Для того, чтобы где-то выступить в 10 утра, если это концерт, допустим, в городе Героя Керчь, то встать нужно еще раньше, чем для того, чтобы прийти сегодня к вам в студию. Ну, мы в любом случае рады вас очень видеть. И хотелось бы вас поздравить с прошедшим днем музыки. Я знаю, что для вас это профессиональный праздник, очень важный. Да, естественно. И всегда в этот день мы даем концерт. Это уже стало доброй традицией в Симферопольском музыкальном училище, где соединяются практически все лучшие силы Крымской государственной филармонии. И в этот день звучит любая музыка. От классики до эстрады, этнофолк, все что угодно. То есть в этот день правит музыка балом. Я знаю, что в последние несколько, наверное, месяцев или полгода в вашей жизни и вашего творческого коллектива были очень насыщенные и полны гастролей. Ну, скажем так, жизнь Крымской государственной филармонии, она в принципе беспрерывно насыщена всем этим. Но в частности, вокальный ассамбль «Джаст Рандево», да, в последний буквально там месяц дважды был на гастролях. Сейчас вот буквально недавно мы вернулись с Нижнего Новгорода, а перед этим, благодаря правительству Республики Крым, благодаря Министерству культуры Республики Крым, нам была оказана высокая честь. Мы представляли наш остров и, в принципе, всю Российскую Федерацию в Сирии на 61-й, если не ошибаюсь, да, Дамасской экономической ярмарки. Ну, впечатлений очень масса, но я, наверное, предоставлю слово художественному руководителю более подробно. Расскажите про конференцию вообще про Дамаск, потому что вот мы с вами находимся в такой тропической атмосфере, там тоже субтропики такие горячие. Расскажите, как там? Ну, там более горячая атмосфера и раскаленные камни вокруг, и архитектура, которая отличается. Ну, сегодня вот мы находимся в таком помещении, которое мне напоминает. Там тоже такие серые рубленые дома, которые напоминают чем-то эти скалы, но архитектура обусловлена климатом, и раскаленные вот эти камни, казалось бы, более 40 градусов жара, но на самом деле дышать было там немножко легче, чем в Беруте, куда мы прилетели, потому что там еще и влажность жестокая. Вот, но и, не знаю, связано это или нет, но очень теплая атмосфера. Я был поражен людьми, теплотой, добротой души именно сирийцев, которые нас встречали, которые нам помогали. Мы встретили огромное количество прекрасных людей, благодаря которым нам все-таки удалось успешно выступить, хотя было много преград на этом пути, и технических, и организационных, но вот благодаря именно людям, из принимающей стороны, сирийцам, нам удалось достойно выступить на официальном открытии международной ярмарки. И, как уже выяснилось по ходу действия, мы представляли действительно не просто Крым, а мы представляли Россию в целом. Какую программу вы представили публике, слушателям? Это было небольшое выступление именно в официальном открытии, и мы планировали спеть много, но режиссеры всегда вносят свои коррективы. Дело в том, что был сюжет, по ходу действия происходили остановки в некоторых точках торгового пути, так скажем, да, как по аналогу Великого Шелкового пути, да, так и здесь были точки такие, и каждая страна была представлена каким-то номером. Если можно, я перебил, что очень важно лично для нас, вот действительно, Аркадий говорит, каждая страна была представлена каким-то номером, чаще всего это представляли сирийские коллективы, и только наша страна имела более широкое представление в рамках достаточно ограниченного времени данной концертной программы, потому что в преддверии нашего выступления, да, их танцевальный коллектив исполнял... Исполнял калинку, да. Катюк. Танец калинкой. А, да. Вот, и получается, они плюс мы, то есть Россия, видно, как сама сама по себе, да, страна большая, и представлена она была самым большим блоком. Мы единственные, кому разрешили все-таки спеть две песни, потому что все остальные страны были представлены действительно одним номером, да. Если не секрет, что вы исполнили? Мы исполнили песню крымского композитора Тамары Журавлевой на стихи крымского поэта Тамары Фроловой. «Крым, твой, Россия» — это песня, которая была написана именно в дни крымской весны, и, ну, она достаточно показательна о нашем стремлении вернуться в Россию, и вот сейчас мы уже в России, и поэтому песня одна была о Крыме, о том, что мы строим в будущее мост, Крым, твой Россия, а вторая песня была в целом про Россию, поскольку мы действительно представляли не только Крым, но и всю Россию. Это была песня «Наш край, Россия» солировала Эльмира Нолбандова, заслуженная артистка Украины, солистка филармонии, и руководитель ансамбля «Хай-Торма», она солировала эту песню «Наш край, Россия». Она, кстати, тоже хотела сегодня прийти, но, к сожалению, не смогла, потому что, вот, когда мы с вами говорим о том, что наша концертная деятельность достаточно бурная, то в данный момент Эльмира Эдемовна вместе со своими артистами ансамбля «Хай-Тормы» и ансамблем «Крым» находятся в данный момент на ДГ, уже на другом фестивале, который называется «Мир Кавказ». Хотела перейти. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль «Радуга России». Ну, это другой, вот как раз «Радуга России» — это туда, куда вы приехали. Они находятся сейчас в Адыгее на фестивале «Мир Кавказу», который идет прямо сейчас, и где-то, я так думаю, в этот момент они уже готовятся к своему выступлению. А в Нижнем Новгороде мы тоже общались с ансамблем адыгской музыки. Так получилось, мы рядышком выходили на сцену. И фестиваль «Радуга России» — это такой интересный этнофорум, куда съезжаются коллективы, артисты, солисты с очень большого количества регионов России. И мы там встречались и с танцевальным коллективом из Омска. Там были этноколлективы из Якутии, вот адыгский коллектив, Мар-2. Украину же, да, тоже. Украину представлял Нижегородский коллектив. Нижегородский коллектив, да. Но действительно, хранители украинской традиции на материке в России находятся, и они к нам подходили и спрашивали, как Крым, действительно ли так, потому что они получают информацию из Украины. Смотрите, у нас осталось буквально 40 секунд. Я вот последний вопрос только хочу задать. Вы побывали в стольких местах, столько видели коллективов большой нашей России. Насколько вот в Крыму музыкальное искусство развито по отношению к ним? Или наоборот? В Крыму наше музыкальное искусство очень развито. У нас очень многогранная культура. И, как говорят, да, в гостях хорошо, а дома лучше. И вот буквально, раз у нас так совсем мало осталось времени, хочу сказать, что вот недавно у нас прошли слушания по концепции развития академической музыки в Крыму, и собирались представители различных организаций, подразделениями Министерства культуры, обсуждали проблематику, обсуждали перспективы развития академической музыки в Крыму. И есть интересные мысли, интересные тенденции. Мы надеемся, что они воплотятся в жизнь. Так же, вот как вот сейчас, сегодня в новостях, в ленте мы прочитали о счастливых, на мой взгляд, екатеринбуржцах, потому что мы были, видели, как выглядит филармония Екатеринбурга. А сейчас английская какая-то фирма выиграла проект о создании новой филармонии. На Казахи хотим строить сюда нового здания. Мы надеемся, что мы тоже скоро присоединимся к подобным моментам. О чем мы мечтаем? Ну и советуем для того, чтобы понять, какая культура на самом деле в Крыму сейчас, приходите на концерты. Предстоит 80-летний юбилей филармонии. 10 декабря в музыкальном театре мы планируем, так как 80 лет в этом году исполнить Крымское государство филармонии, мы планируем завершить этот юбилейный год большим гава-концертом. И огромное количество концертов. Извините, господа, вынужден прервать, потому что время истекло. Напоминаю, в гостях нашей студии Константин Яни, заместитель генерального директора Крымской государственной филармонии, и Журавлев Аркадий Егорович, художественный руководитель ансамбля «Джаз Рандеву». Продолжение следует...